Вторая глава книги пророка Даниила Во второй год царствования Навуходносора снились Навуходносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него, и велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем, и сказал им царь, сон снился мне и тревожится дух мой, желаю знать этот сон, и сказали халдею царю по-арамейски, царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям, слово отступило от меня, если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его. Они вторично отвечали и сказали, да скажет царь рабам твоим сновидение, и мы объясним его значение. Отвечал царь и сказал, верно, знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел, вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время, и так расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Рассверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. И спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Месаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Божий отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. После этого Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал, не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал, тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложи твоем были такие. Ты, царь, на ложи твоем думал о том, что будет после всего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна эта открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, и железные, и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон! Скажем перед царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — эта золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, и серебро, и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после всего. И верен этот сон и точное истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое, и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонное курение, и сказал царь Даниилу, «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинаго над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.